Девушки отдыхают Правильную мысль в голову населения Смотрите сегодня в антизомби Украина глазами российской пропаганды По школам Украины в приказном порядке Пошло требование согреть солдатов АТО Как ночные бабочки экономику страны поднимали Продажная любовь, они надеются, спасет от краха экономику страны И сколько гривен с портретом Гитлера придется заплатить за час любви Проект тысячегривенной купюры Которая отражает ценности новых украинских элит Западные эксперты на российских каналах Это просто, або какие сплоуны Какие за гроши готовы говорить все, что им скажут Або это говорящие головы Кто на самом деле строит русский мир из Лондона и Вашингтона А это уже настоящий шантаж И невероятные приключения представителей ОБСЕ В титрах российских каналов Это подтвердил эксперт ОБСЕ Латвийский правозащитник Эйнарс Гаудинж Расстрельный список Кремля Накануне умер от тяжелого отравления бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко От Старовойтовой до Немцова В России сейчас уж точно не то время, когда за это убивают Чем отличались новости после убийства Анны Политковской и Алессы Бузины Теперь стали убивать Не до разговоров О цене жизни своих и чужих на российских телеканалах Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей И, наконец, фронт вранья Больше всего пострадал Авдеевский коксохимический завод Там, в результате боевых действий, погиб работник предприятий Свежие фейки с передовой Держим оборону Никто огонь из нас не открывает Это антизомби Территория без пропаганды Все боятся это произнести Но кто-то ведь должен сказать, как есть Украинской армии уже нет Украина за последние несколько месяцев Стала настоящей мекой для фашистского сброда со всей Европы Именно так в последнее время выглядит Украина для большинства жителей России Которые безоговорочно верят телевизору Украина больна Украинское общество доходится в больном состоянии Сутки напролет градус ненависти на федеральных каналах Подогревают все новые и новые удивительные истории В четверг 30-го числа в 4 с четвертью часа 24 сотни магов, ведьм и экстрасенсов придут молиться о конце войны Чрезвычайно странно Поскольку в здравом уме поверить в такое тяжело То родиться подобные перлы могут не иначе, как в буфетах Останкина Проект Украина задумывался как антироссия То есть против всего русского, против России Что даже с учетом тройных порций лапши на ушах доверчивых зрителей На голову не натянешь По школам Украины в приказном порядке Пошло требование согреть солдатов АТО Как? Кровь российских младенцев Это сок такой они наливают Оказывается, теперь основной груз наполнения бюджета Украины Ложится то ли на плечи, то ли на другие места проституток Продажная любовь, они надеются, спасет от краха экономику страны Степана Бандеру возводят в ранг святых Бандера, по мнению украинских исследователей, никто иной, как воплотившийся Иисус Христос И угадайте с одного раза, сколько лезь украинок придется отдать за одного Гитлера Проект тысячегривенной купюры, который отражает ценности новых украинских элит Об Украине глазами российской пропаганды прямо сейчас в антизомби Новые власти всерьез намерены легализовать там проституцию и не от хорошей жизни Продажная любовь, они надеются, спасет от краха экономику страны Нет, это не первоапрельская шутка Это типичные сюжеты об Украине на российских каналах Украинским шлюхам тоже приходится не сладко А в некоторых случаях бывает даже вот так СБУ используют в Луганске проституток, чтобы получать информацию о народной милиции Самопровозглашенной ЛНР Они давно сорвали тормоза и не подбирают выражений, говоря о соседней стране Вот только почему гарные девчины нынче не в цене? А в огромной стране, где космические ракеты бороздят просторы грунтовых дорог Именно ночным бабочкам из Украины посвящают целые спецвыпуски Конкуренция растет, цены падают, клиентов приходится уговаривать и заманивать беспрецедентными скидками Технология манипуляций проста, как двери, а истории о жрицах любви Секс-услуги с патриотическим уклоном – последняя модная тенденция на Украине Это такой себе мостик к генеральной линии российской пропаганды Где не любить нынешний внешнеполитический курс России Можно лишь продавшись то ли за деньги, то ли за какие-нибудь иные печеньки Россия пытается показать безальтернативность развитию Украины без России И единую альтернативу развитию Украины за отсутствие дешевого газа От дружных кредитов от России, а остается только проституция Детали же подобных промываний мозгов заслуживают особого внимания На самой Украине еще всего лишь год назад цены были на уровне российских Оказывается, именно проститутки последний шанс Украины поправить дела в экономике Виталий Кличко предлагает легализовать проституцию и направить ее на пользу стране Но и в такой сфере не обошлось без военного налога Девушки предлагают себя бойцам Нацгвардии. Минимальная ставка 10 гривен При этом о проблемах украинской экономики на кремлевских каналах толкуют ведущие эксперты в этой области Порно-режиссер и солист группы Коррозия металла Украине бабы все красивые От леста мафиозе сразу, как называется, дико в них любится Подпишет брачные контракты, например, да По которым украинская секс-разведчица может отжимать крупные капиталы, например Потом отравить мужа и эти деньги сразу вольются в экономику Украины Пока нашпигованный подобным бредом российский зритель удаляет из телефона номера родственников в Украине Канал Россия-24 вводит визовый режим в отдельно взятом украинском селе В Ровенской области выступают за автономию и даже собираются ввести в своем населенном пункте визовый режим Они отгораживаются блокпостами от своих соседей Корреспондент сразу же расставляет акценты Вот, мол, что хаос и безвластие со страной делают Ведь если можно стрелять в мирных граждан на юго-востоке, то почему нельзя делать то же самое и на западе? Ну и какой же эфир российского телевидения до безукраинского правого сектора? Контроль за ровенским месторождением перешел к радикалам из правого сектора А уж их методы борьбы с конкурентами хорошо известны Еще не успели ни Южная Осетия, ни Абхазия, ни Паша Губарев признать автономию села Березовое Села, которые объединятся, это стратегические партнеры невызнанных Донецких и Луганских республик Как тайное оказалось явным Канал Россия-24 показал коллегам по агитмашине Кузькину мать Состряпав сюжет о новой народной республике Даже не утруждая себя выездом в якобы бунтующее село Все видео было взято из расследования одного из украинских каналов о незаконной добыче янтаря Именно жители старого села месяц назад избили беркутовцев и милиционеров на янтарном месторождении В Москве все правильно перемонтировали, переозвучили, расставили акценты и... Вуаля! Доверчивый российский зритель проглотит В ответ они готовятся ввести визовый режим в отдельно взятые деревни Подумывают про автономию и даже ставят блокпосты А вот сколько купюр с портретом Гитлера будет стоить виза в село Березовое Поможет разобраться канал Россия-1 А партия свободы Тягнебока уже разработала проект тысячегривенной купюры Которая отражает ценности новых украинских элит И чтобы российские налогоплательщики понимали уровень Да был этот эксклюзив главный канал соседней страны в интернете на сайте приколов Заменив изображение украинского писателя на купюре Гитлером Пропаганда не моргнув глазом делает из этого сенсацию Ну дело-то привычное Сидит некий Серега такой в растянутом свитере В таком потном помещении И вот эта мышка елозит Сидит и создает этого самого купюру с Гитлером Потом пошли и сделали сюжет про Вот с этим вот, с надрывом Представляете, до чего дошло? Тысячегривневую купюру с Гитлером А вот канал ТВЦ пошел еще дальше Все 24 года Украина пыталась переписать историю Но в этот четверг, наконец, сделала это официально Сначала здесь рассказали о переходе Степана Бандеры к лику святых Бандера, по мнению украинских исследователей, никто иной, как воплотившийся Иисус Христос Родился не в Галилее, а в Галиции, где и создал великую украинскую нацию А единственный, кто мешал ей жить, спокойно проклятые москали А спустя всего ничего статная и убедительная Анна Прохорова С компанией выполняет годовой норматив по отборному маразму Черное море – суть объект искусственного происхождения Откопанный вручную древними украинцами Или, как их называют сами историки незалежной Древними украми из зависти У всех море было, а у них не было В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом Вот только постоянно ссылаясь на украинских историков На канале ТВЦ не удосужились показать хотя бы одного И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали Чтобы мыться и стирать Именно интенсивной помывкой укров И объясняют современные украинские историки Такое количество сероводорода в нижних слоях Черного моря А вот сколько сероводорода в нижних слоях головного мозга нужно иметь Чтобы при такой подаче еще и вспоминать Геббельса Вопрос совсем другой категории сложности Это не степ, а сознательное создание параллельной реальности Технология, которая отрабатывалась годами, если не десятилетиями По совету Геббельса Но в том-то и проблема, что между качеством и количеством Российская пропаганда уже давно сделала ставку на второй Беспроигрышный вариант Перевести украинскую письменность на латиницу Такое новшество предложили во Львове в рамках Дня национального языка Такой шаг, как нельзя лучше, подчеркнет принадлежность нации к Европе И если сопротивляться отдельным всплескам вранья Зритель еще может, волна за волной Отборная пропаганда Начисто стирает берега Лидер партии «Свобода» сделал даже такое пугающее заявление Он сказал, что русский язык должен быть запрещен И даже должна быть введена уголовная ответственность За общение на русском языке А вот и выходит, что даже самые анекдотичные фейки Миллионы россиян теперь воспринимают всерьез Российская пропаганда действует таким образом Что чем лучше у соседа, тем лучше справа у самих россиян Поэтому очень часто они створяют мифы Что здоровье нормальной люди не может быть правдоподобными Но они очень хорошо лежат в призму свидетельности Этой пропаганды самого российского населения Ведь еще Гебель, с которого так любят вспоминать федеральные каналы Говорил, чем циничнее ложь, тем быстрее в нее поверят Смотрите дальше Западные эксперты на российских каналах Это просто або какие-то клоуны Какие за гроши готовы говорить все, что им скажут Або это говорящие головы Кто на самом деле строит русский мир из Лондона и Вашингтона А это уже настоящий шантаж И невероятные приключения представителей ОБСЕ В титрах российских каналов Это подтвердил эксперт ОБСЕ Латвийский правозащитник Эйнарс Гаудинш Расстрельный список Кремля Накануне умер от тяжелого отравления Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко От старовойтовой до Минцова В России сейчас уж точно не то время, когда за это убивают Чем отличались новости после убийства Анны Политковской и Олеси Бузины Теперь стали убивать Не до разговоров О цене жизни своих и чужих на российских телеканалах Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей И наконец фронт вранья Больше всего пострадал Абдеевский коксохимический завод Там в результате боевых действий погиб работник предприятий Свежие фейки с передовой Держим оборону Никто огонь из нас не открывает Это антизомби Территория без пропаганды Власти в Киеве бомбят мирное население за то, что оно хочет провести референдум Украина от немцев Овоевал против Советского Союза Он овоевал против Советского Союза Они кочуют с канала на канал Это правительство ведет войну против собственного населения Мы видим, что повсеместно нарушаются права человека Вся жизнь в целом официальной Украины Начиная от культуры и кончая военных аспектов Основана на идеологии нацизма И готовы вещать по любым вопросам Это подтвердил эксперт УБСЕ Латвийский правозащитник Эйнарс Гаудинж Даже убийство боевика мозгового На российских каналах не обходится без мнения западных экспертов Они не только не выиграют Но и потерпят сокрушительное поражение И глядя на все это создается впечатление Вся планета слилась в едином порыве Так сильно она поддерживает политику Кремля Единая Европа невозможна без России В то же время на этих же российских каналах Лидеры западных государств В своих странах превратились чуть ли не в изгоев Требовали от Меркель не идти на поводу у США И не поддерживать карательную операцию Киева Его действия сейчас поддерживают всего 13% французов Вот и во время включений из Лондона, Парижа и Вашингтона Эксперты подтвердят Давление на Ланда огромное Правда, при детальном анализе российских новостей Быстро становится понятно И за дня в день на Манеже все те же А покопавшись в биографии якобы видных западных экспертов Оказывается, и для Кремля они совсем не чужие люди Это просто або какие-то клоуны, какие за гроши готовы говорить все, что им скажут Або это говорящие головы О магии титра в российских новостях прямо сейчас в Антизомби О приезде сомнительных европейских гостей в новый оплот русского мира Кремлевские каналы пропаганды вещали с небывалым трепетом Первый в истории страны международный форум Донбасс Вчера, сегодня, завтра В ней приняли участие депутаты Европарламента и стран ЕС А Александр, первый ДНРовского разлива Кажется, всерьез собрался рубить окно в Европу Европа начинает восприять нас через другую призму О серьезности мероприятия для мировой геополитики Говорил даже стол, за который усадили делегатов Вот только если внимательно присмотреться к гостям, становится понятно Вместо окна в Европу С визитом европейской делегации ДНР де-факто получила шанс на международное признание Получилось выездное заседание Кремлевского кукольного театра Большинство информации в Европе – это пропаганда Вот, например, самый видный делегат француз Жан-Люк Шапхаузер Инициатор поездки делегации на Донбасс Депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шапхаузер Привез в ДНР политиков из Италии, Германии, Греции и Англии Право-радикальный борец с мигрантами Ну, разве что открыто не зигует И как антифашист Захарченко с таким задним столом усидел? И почему крайне правый вот этот вот липеновский деятель А рядом люди, которые считают себя коммунистом Вот этот вот скорбный роман «Жабы с гадюкой» вызывает вообще ряд вопросов Но главное это в другом По удивительному стечению обстоятельств Из всех французских депутатов в Донецке оказался именно тот Кто получил для своей партии огромный кредит в одном из российских банков Совпадение? Ну вы поняли Совсем не случайным оказался и другой француз Ларан Браяр Тот самый, кто буквально взорвал российские СМИ обещанием принять гражданство ДНР Правда, покопавшись в биографии истинного европейского гостя Оказалось, что этот товарищ давным-давно живет в России И в Донецк прилетел далеко не из Парижа Согласитесь, для гостя из Европы у Браяра чудесный русский И это еще не считая его работы на радио «Голос России» Это або подставные особи, або шахраи, которые были вымышены втекать из своей страны И они таким образом нашли еще одно из джерел заработка Это российское пропагандистское шоу А это третий мушкетер из авангарда русской пропаганды А это уже настоящий шантаж Франции, так что проблем много О невероятных приключениях этого всезнающего француза На российских каналах можно делать отдельную программу Власти в Киеве бомбят мирное население за то, что оно хочет провести референдум То есть просто высказаться Это никак, кроме как фашизмом, назвать нельзя Но мы покажем типичный сюжет кремлевской пропаганды с такого рода экспертами Скорбный список теперь вносит лепту Украина Речь идет о докладе ООН и якобы использовании украинскими военными кассетных боеприпасов Использование кассетных боеприпасов в местах проживания людей нарушает законы ведения войны из-за неизбирательного действия и может быть расценено как военное преступление По всем законам логики, после таких заявлений напрашивается комментарий одного из чиновников ООН Но российские каналы пропаганды особо не напрягаются Здесь и появляется давно прикормленный и вездесущий Иван Бло В этом докладе говорится о массовых захоронениях Говорится о кассетных бомбах Говорится об увольнении людей с работы Ситуация, я полагаю, действительно тяжелая Человек, титуемый как бывший замминистра внутренних дел Франции Не имеет никакого отношения ни к ООН, ни к докладу Зато, внимание, на русском языке читает лекции о пользе таможенного союза Чиновника, который действительно может рассказать правду Сознательно подменяют на своего, ручного эксперта И угадайте с одного раза, что сейчас скажет такой специалист Это правительство ведет войну против собственного населения Мы видим, что повсеместно нарушаются права человека Но у зрителя, не знающего тонкостей российского производства новостей Возникает устойчивое впечатление Позиция России поддерживается чуть ли не всей планетой Есть очень много граждан Европейского Союза Которые прекрасно владеют российской языкой Которые получают по несколько тысяч долларов в месяц И делают выгодные политические заявки для Кремля А вот это включение уже из Лондона Нужно четко обозначить, что Степан Бандера не сражался с немцами Он не боролся за независимость Украины от немцев А воевал против Советского Союза Здесь на благо кремлевских каналов без устали трудится Якобы большой специалист по международному праву Александр Меркурис Киевское правительство было уверено в победе Сейчас же они радикально изменили свою позицию На фоне плохих новостей с фронта Широте кругозора этого эксперта можно только позавидовать От лица западного мира всезнайка дает оценку даже убийству боевика мозгового Да вот беда, в самой Великобритании якобы видного эксперта международного права Не только не приглашают на политические шоу, но и лишили звания адвоката Но в России об этом, разумеется, не скажут А единственным местом, где регулярно публикуют Меркуриса Стал вот этот чудесный сайт Russia Insider По своему наполнению он мало чем отличается, скажем, от группы Антимайдан А создан был менее года назад Видимо, для того, чтобы, ну хоть как-то легализовать псевдоэкспертов вроде Александра Меркуриса Но даже в этой, казалось бы, отработанной схеме с ручными экспертами случаются неприятные для российской пропаганды проколы Так, в эфире непотопляемого Дмитрия Киселева появился вот этот человек Которого представили заместителем министра иностранных дел Украины Как я ценю, говоришь, давайте сначала выкопаем огромный ров между Россией и Украиной границей Или там построим большую стену Вот из всей Украины сегодня делают вот этот огромный ров Чудесный фон, на котором делалась запись, сразу вызвало подозрения И, как оказалось, не зря Вот так выглядит настоящий украинский дипломат Андрей Веселовский А вот этот эксперт никто иной, как ведущий кремлевского интернет-канала А это уже другая история с использованием виртуальных экспертов российской пропагандой Страны-эксперты на Украине признали огромное количество неопознанных жертв О массовых изнасилованиях и убийствах под Донецком доверчивому зрителю вещает ни много ни мало Представитель миссии ОБСЕ Эйнарс Граудинж Это подтвердил эксперт ОБСЕ, латвийский правозащитник Эйнарс Граудинж Правозащитник из Латвии Эйнарс Граудинж после осмотра места массовых захоронений Сказал, что оттуда только в морге Донецка доставлено 400 тел А канал РЕН-ТВ даже титр подготовил соответствующий Пока у доверчивого зрителя стыла кровь в жилах от рассказов якобы представителя ОБСЕ Многие узнали в спикере известного строителя русского мира из Латвии В биографии Граудинжа присутствуют и высшее военное училище в Ярославле и медали с имперским флагом Но больше других рассказом этого любимца Кремля удивились, собственно, члены миссии ОБСЕ И в своем официальном твиттере сделали опровержение Никакого отношения к мониторинговой миссии Эйнарс Граудинж, как оказалось, не имеет И давайте вспомним, с каким пафосом, используя подставную утку, своим зрителям врали российские каналы Иностранные эксперты на Украине признали огромное количество неопознанных жертв Смотрите, на почти 400 тел, это подтвердил эксперт ОБСЕ, латвийский правозащитник Эйнарс Граудинж Иногда одинокие мужчины, купив ночную бабочку, перед друзьями выдают ее за любовь всей жизни Иногда сами начинают в это верить Глядя на всю кампанию пропагандистов и псевдоэкспертов Можно смело провести аналогию этой ситуации с тем, что происходит в России Смотрите без перерыва на рекламу Расстрельный список Кремля Накануне умер от тяжелого отравления бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко От Старовойтовой до Немцова В России сейчас уж точно не то время, когда за это убивают Чем отличались новости после убийства Анны Политковской и Алеси Бузины Теперь стали убивать, не до разговоров О цене жизни своих и чужих на российских телеканалах Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей И, наконец, фронт вранья Больше всего пострадал Абдеевский коксохимический завод Там в результате боевых действий погиб работник предприятий Свежие фейки с передовой Держим оборону, никто огонь из нас не открывает Это антизомби, территория без пропаганды Волна ненависти и насилия захлестнула Украина Но если мы даже бегло посмотрим на историю страны Становится очевидно, что волна эта очередная В Киеве убит бывший депутат от партии регионов Олег Калашников Друг киллеров за последнее время погибли многие политики и журналисты Целый месяц их новости начинались черно-белыми фотографиями из Украины 12 марта обнаружили мертвым бывшего губернатора Запорожья За три дня до этого вроде как застрелился бывший депутат Станислав Мельник А в конце февраля якобы повесился мэр Мелитополя Вальтер И на фоне показной скорби и сочувствия отличались недвузначными заголовками Раньше следствия они знали, кто виноват в убийстве Олега Калашникова Пять выстрелов из пистолета, контрольный в голову, явный заказ Начали сводить счеты с теми, кто мыслит иначе Считали людей на похоронах Алеса Бузины Отпевание состоялось в лавре, проститься с ним пришли сотни людей И даже трагическую смерть проукраинского журналиста Сергея Сухобока Его портал много и остро писал про чиновников и олигархов майдановской волны Забыв обо всех нормах, морали не постеснялись выдать За очередное преступление киевской хунты И сегодня же стало известно об убийстве украинского оппозиционного журналиста Сергея Сухобока Но дело даже не в громких словах или попытках назвать виновных до суда и следствия Ощущение, что кому-то выдали лицензию на отстрел инакомыслящих на Украине Слишком уж дерзко Главное в том, что в точно таких же случаях в самой России Эти же люди без зазрения совести говорили прямо противоположные вещи До окончания следствия вообще все что угодно возможно А делать какие-то определенные предположения профессионально и по-человечески некорректно О расстрельном списке Кремля прямо сейчас в Антизомби Убита депутат Государственной Думы Галина Старовойтова Сегодня в Москве в подъезде собственного дома убита известная журналистка Анна Политковская Накануне умер от тяжелого отравления бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко Убит известный политик Борис Немцов Этот список громких, явно политических убийств в России можно продолжить десятками имен Справозащитницы Натальи Истемировой простились сегодня в Грозном На траурную церемонию в сквер журналистов пришли друзья, коллеги и жители чеченских сел Пока руководители страны менялись креслами, пули киллеров настигли Галину Старовойтову, Анну Политковскую, Бориса Немцова Естественно на память приходят схожие убийства Галины Старовойтовой, Сергея Юшенкова, нескольких депутатов Первой Думы, ну то ведь когда было? Но их смерти лишь вершина огромного айсберга, большая часть которого не вызвала большого ажиотажа на федеральных каналах О кремлевском аттентате не говорили даже после убийства Бориса Немцова в самом центре Москвы Эти аттентаты были предупреждением антинародному режиму олигархов-предателей, что мы не шутили, когда говорили или люстрация, или ликвидация И все это напоминало комнату кривых зеркал Какие еще там российские спецслужбы, если убивают оппозиционеров, организаторов антимайдана, марша на юбилей победы или сторонников нормализации отношений с Россией? Где-то более похожие случаи отражались совершенно по-разному Ведь для российского зрителя украинские трагедии должны были выглядеть не иначе, как кровавые зверства киевской хунты Теперь стали убивать не до разговоров, а убивая ликуют, что станет с Украиной Вот, например, о вероятных убийцах журналиста Олеся Бузины Знакомые коллеги Олеся Бузины полагают, что его убили за политические взгляды, антифашистскую и пророссийскую позицию На российских телеканалах заговорили с невероятной оперативностью Известно, что преступников было двое, но им удалось скрыться с места преступления Сейчас в Киеве объявлен план перехват А уже после нескольких дней все каналы пропаганды, как под копирку хором, обвиняли украинские власти в бездействии Этот вопрос сейчас волнует многих, и не только на Украине Но от правоохранительных органов информации нет Выйти на след хотя бы исполнителей убийства Бузины, не говоря уже о заказчиках, не удается А это все те же российские каналы, но после убийства Анны Политковской Сегодня в Москве, в подъезде собственного дома, убита известная журналистка Анна Политковская Обратите внимание, безо всяких истерик и расстрельных списков Обозревателя новой газеты Анну Политковскую стреляли из пистолета Макарова четыре раза Убийца поджидал свою жертву в подъезде дома на лесной улице в центре Москвы Но главное, в отличие от случая с Бузиной, ни одного косого взгляда в сторону правительства Неугодных политиков и журналистов на Украине, похоже, отстреливают по списку Те псевдожурналисты, которые громче всех на второй день после убийства в Киеве Кричали об отсутствии результатов расследования В случае с Политковской спокойно ждали целых восемь лет И все же в деле, которое длилось почти восемь лет, точку сегодня поставить так и не удалось И хотя тогда Россия потеряла одного из самых видных публицистов Вы, наверное, знаете, что с этого началась война Президент сказал, что мы будем их смочить в сортире Называть улицу в России именем Политковской на кремлевских телеканалах никто не требовал Совсем другое дело соседняя Украина В Донецке в честь Олеси Бузины собираются назвать одну из улиц Какую именно переименовать, предложено решить жителям города Не обошлось без двойных стандартов и в историях с другими громкими убийствами Прямо под стенами Кремля был расстрелян главный оппозиционер действующей власти Борис Немцов Большой Москворецкий мост перекрыт для движения автомобилей Здесь на месте происшествия продолжают свою работу оперативники, криминалисты, следственные органы Но пока в правоохранительных органах показательно изучали улики На каналах российской пропаганды уже озвучивали первые версии Конфликт на почве ревности – это сейчас одна из версий убийства Среди причин убийства упоминается и финансовая деятельность погибшего Связанная с фондом социальной поддержки гражданского общества И конечно же, в отличие от Киева, варианты политической расправы даже не рассматривались Борис Немцов был известен как оппозиционный политик, но в России сейчас уж точно не то время, когда за это убивают Чуть ли не из штанов, выпрыгивая на российских каналах, рассказывали, мол, такие расправы не выгодны самой власти Следственный комитет озвучил шесть основных версий убийства Одна из них – зарубежный след, и на самом деле очень многое связано с Украиной Убийство Бориса Немцова и к большинству экспертов называют провокацией Ну а главная ее задача – дестабилизировать обстановку в стране Но, видимо, как только речь заходит об Украине, правила игры тут же меняются Очевидно, что это тупик, но сколько еще людей погибнет? Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей В похожем ключе кремлевская пропаганда подает и череду самоубийств в Киеве Основная версия следователей – суицид Но те, кто знал политиков, заявляют, что их смерть больше похожа на тщательно замаскированное убийство Потому что это время политического террора Ломают уже не памятники, а ломают самих людей, которые еще смеют выступать против Украины Бандеровской А вот внезапная смерть Валерии Новодворской на кремлевских каналах никаких подозрений не вызывает Сегодня в Москве, как сообщается, в возрасте 64-х лет скончалась Валерия Новодворская Но нагляднее всего будет, если просто поставить рядом две новости Накануне не стала Валерия Новодворская Ее называли вечным оппозиционером, профессиональной диссиденткой одной из самых ярких фигур 90-х Чечетов загадочным образом разделил судьбу другой чиновницы, возглавлявшей ту же организацию Но как же резко меняется их риторика? А главное – отношение к человеческой жизни Смерть Михаила Чечетова прокомментировали в партии регионов Вину всецело возлагают на нынешнюю власть Тут можно лишь догадываться, в какую истерику в устах пропагандистов переросла бы смерть Валерии Ильиничны Если бы она, как и тысячи других, каждый день рассказывала о хунте и карателях То, что это не вызвало никакого резонанса, то, что об этом не было никакой публичной дискуссии Это говорит о том, что Россия по собственной воле превратилась в империю зла При этом всем оглушая зрителя не качеством, а количеством 26 числа якобы застрелился экс-замдиректора украинских железных дорог Потом список дополнили Российская пропаганда, потеряв последний стыд, не стесняется уже после смерти переписывать судьбы и менять мировоззрение людей Всех их объединяет одно – для киевской власти они были врагами Которые по официальной версии так вовремя покончили с собой Все изменилось в середине апреля Экс-депутата Калашникова и журналиста Бузину демонстративно расстреляли Вот и журналиста Сергея Сухобока – коварные каратели убили чуть ли не за донецкую прописку И сегодня же стало известно об убийстве украинского оппозиционного журналиста Сергея Сухобока А это статьи Сергея Сухобока, о содержании которых говорят их заголовки И даже тяжело представить, кого еще на российских каналах готовы назвать оппозиционером, чтобы зритель окончательно поверил в массовый отстрел инакомыслящих При каких обстоятельствах произошло убийство неизвестно, но коллеги уверены, трагедия произошла из-за его политической позиции Что на самом деле значит для псевдожурналистов смерть человека русским языком объяснили и на телеканале НТВ В 16-м будет зверски убит писатель и журналист Олесь Бузина На следующий день зловещая смерть журналистки Ольги Мороз подтвердит, что убийство несогласных на Украине теперь носит массовый характер Решили не мелочиться. В сюжете безо всякого угрызения совести просто изменили дату смерти Ольги Мороз На следующий день зловещая смерть журналистки Ольги Мороз О смерти главного редактора НТВ 15 марта этого года рассказал даже канал LifeNews На Украине убита главный редактор издания НТВ Ольга Мороз Олесь Бузина был убит 16 апреля, то есть спустя месяц после Ольги Мороз Но чего не сделаешь ради красного словца в агитсюжете кремлевской пропаганды В 16-м будет зверски убит писатель и журналист Олесь Бузина На следующий день зловещая смерть журналистки Ольги Мороз подтвердит, что убийство несогласных на Украине теперь носит массовый характер И почему-то нет сомнений, российский зритель теперь точно знает всех погибших в Украине Резонансное убийство в Киеве это божий промысел, а враги украинского государства должны замолчать, чтобы не повторить судьбу Олеся Бузины и Олега Калашникова И вряд ли сможет вспомнить тех, кто при похожих обстоятельствах был убит в его стране Я уверен, что если бы правил человек не такой циничный, не такой аморальный, да, человек более-менее приличный, то убийство Политковского просто бы не произошло Ведь, как показывает история, тем, кто отстаивал свои убеждения в разрез к кремлевскому режиму Сегодня мы видим, что офицеры спецслужб захватили власть, те, кто всю жизнь занимались борьбой с инакомыслящими Спрятаться не удавалось, даже за границей Александр Литвиненко был доставлен в клинику три недели назад с симптомами тяжелейшего отравления После того, как у него в руках оказались документы с некими данными о возможной причастности российских спецслужб к убийству Анны Политковской Накануне умер от тяжелого отравления бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко Мало кто из психически нормальных людей верит в убийство со стороны власти И почему-то, убеждая своего зрителя в бесчеловечности бандеровской власти Несогласно официальной позиции Киева вынуждены покидать Украину после целой череды убийств общественных деятелей и политиков, которые критиковали власти И зарываясь в красивых словах памяти украинским оппозиционерам Сотни человек пришли к стенам украинского посольства, чтобы почтить память Олеси Бодиной, Олега Калашникова и других жертв репрессий В самой России правоохранители топчут свечи и цветы на месте гибели Бориса Немцова Импроизированный мемориал на месте убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова был разрушен в ночь на субботу А расследование громких убийств тянется годами В деле об убийстве Галины Старовойтовой все-таки может быть поставлена точка Спустя много лет в расследовании произошел внезапный поворот Поскольку эти люди наоборот были критиками, то им уготовано в нынешней России забвение Хотя понятно, что эти люди как раз и являются настоящими патриотами России Галина Старовойтова, Павел Хлебников, Сергей Магницкий, Анна Политковская, Борис Немцов И еще десятки имен людей, доказавших, как по-разному ценится жизнь своих и чужих в нынешней России Смотрите дальше Фронт вранья Больше всего пострадал Авдеевский коксохимический завод Там в результате боевых действий погиб работник предприятий Свежие фейки российской пропаганды с передовой Держим оборону Никто огонь из нас не открывает Это антизомби Территория без пропаганды Широкино, Пески, а теперь еще и Марьинка Более 40 раз за сутки киевские силовики обстреляли территорию сам провозглашенных республик Об этом сообщили Минобороны ДНР Ставшие уже привычным характерные свисты разрыва мин, а следом очереди злогу Вот их позиция Вот оттуда они работают Пока боевики чуть ли не мамой клянутся в своей кристальной честности Никто огонь из нас не открывает Посмотрите, как укропы не нарушают перемирие А каналы российской пропаганды раскручивают новые темники с якобы вездесущими украинскими диверсионно-разведывательными группами Киевские силовики устроили диверсию на железной дороге в Луганской народной республике Интернет буквально заполонили самое свежее доказательство нарушения террористами Минских соглашений Наблюдатели ОБСЕ обнаружили, что 4 украинские установки залпового огня отсутствуют на площадках Где под полное гнева речи о разрушении инфраструктуры Донбасса Такое ощущение, что у них сидели люди, которые понимали, куда надо стрелять Боевики в буквальном смысле стирают с лица земли градообразующее предприятие в соседней с Донецком Авдеевки Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному обстрелу В результате чего были перебиты газопровод и водопровод Погиб один рабочий А по кремлевским каналам даже это по привычке не стесняются списывать на украинских силовиков Больше всего пострадал авдеевский коксохимический завод О фронте вранья российской пропаганды прямо сейчас в антизомби Эти кадры, снятые одним из боевиков в Широкино, на этой неделе буквально поселились во всех телевизорах необъятной России Братья россияне, слушайте Работают с ПК, работают АГС Работает утес Вот с братьями сидим, сделай так Звуковую дорожку мастера пропаганды сохраняли намеренно Вот мы с братьями держим оборону Никто огонь из нас не открывает Посмотрите, как укропы не нарушают перемирие И у зрителя создавалось нужное впечатление В этом поселке на берегу моря террористы и на курок нажать боятся 82, 150, ПК, АГС Вот такой вот перемирь А это уже куда более реальные кадры из Широкино, показанные одним из украинских каналов Боевики, которые только что в захлеб рассказывали о том, как строго они соблюдают минские соглашения Держим оборону Никто огонь из нас не открывает Буквально тут же начинают обрабатывать высоту, занятую украинскими военными из запрещенных тяжелых минометов Разобраться, кто конкретно нарушает договоренности в данном случае несложно Обратите внимание на купол храма А вот этот же храм глазами боевиков А прямо за ним и те самые холмы, по которым и работает минометный расчет террористов Именно во время одного из таких обстрелов Осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил боец батальона Донбасс И глядя на все это, понимаешь, чего на самом деле стоят вот такие российские телеперемирия Минские договоренности в ДНР нарушать не собираются Даже несмотря на то, что украинская сторона не прекращает обстрелы населенных пунктов Донбасса Не существует на российских каналах и обстрелов Марьинки с Авдеевкой Огонь вели из танков и тяжелой артиллерии по донецкой пригородам, аэропорту и шахте Октябрьская Под огнем оказались окрестности Донецка, Горловка, Исиновата и Широкина Хотя нет, телеканал ТВЦ о стираемой с лица земли украинской Авдеевке немного рассказал И угадайте с одного раза, кто оказался виноват в очередном обстреле города, контролируемого силовиками Украинские силовики применяют запрещенную тяжелую артиллерию и танки Больше всего пострадал Авдеевский коксохимический завод Там в результате боевых действий погиб работник предприятий А это кадры разрушения Авдеевского коксохима Одного из крупнейших промышленных предприятий всего региона После очередного обстрела из Донецка Завод, с которым связана чуть ли не каждая семья в Авдеевке, приостановил работу В это самое время на российских каналах якобы ни в чем не винные мирные ополченцы сажают огурцы На брошенных горожанами огородах ополченцы засеяли огурцы А боевик с чудным позывным товарищ Артем тоже обеспокоен инфраструктурой Донбасса Такое ощущение, что у них сидели люди, которые понимали, куда надо стрелять Поэтому были разрушены ключевые элементы инфраструктуры Ну а ситуации в Авдеевке он, видимо, не в курсе Зрители буквально вбивают в голову, чтобы такие чудесные люди дострелять Бывшая учительница начальных классов теперь замполит батальона Восток На фронт вместе с мужем ушла Он шахтер, обычная такая донбасская семья У них вон даже укроп бандеровский не растет Посели огурцы, а вот укроп не хочет расти на нашем огороде Ну, как-то не получается его развести А чтоб доверчивый зритель не сомневался, российские каналы любят покозырять отчетами ОБСЕ Наблюдатели ОБСЕ обнаружили, что четыре украинские установки залпового огня отсутствуют на площадках и должны храниться согласно Минским договоренностям Разумеется лишь то, их частью, где у наблюдателей есть претензии к украинской армии В ОБСЕ вновь зафиксировали нехватку киевской тяжелой техники в местах дислокации Вот и на этот раз, включив далеко не майский мороз и расставив нужные и понятные для россиян акценты Отсутствовали ранее зарегистрированные четыре установки залпового огня, десяток противотанковых орудий, а также две самоходные гаубицы Мастера пропаганды удивительным образом, разумеется, случайно пропустили абзац доклада ОБСЕ о танках и орудиях боевиков При этом подобная удивительная выборочность на российских каналах проявлялась не только касательно отчетов ОБСЕ Расскажите, какая информация к этой минуте, из какого именно оружия было совершено покушение Убийство одного из главарей боевиков Алексея Мозгового буквально взорвало информационные поля двух стран По предварительной информации, автомобиль сначала подорвали на мине, а потом обстреляли из пулемета Джип, в котором также были его пресс-секретари, охрана, попал под обстрел в районе Михайловки Даже сами жители оккупированных территорий выдвигались самые разные версии относительно заказчиков и исполнителей ликвидации Мозгового Но анализ сюжетов российских каналов показал, в этом случае у Кремля всего лишь одна линия В Госдуме нашли американский след в убийстве Алексея Мозгового Депутат Франц Клинцевич считает, что к устранению командира бригады «Призрак» причастны спецслужбы США И эту линию нужно продвигать любыми путями В убийстве одного из руководителей народной милиции Луганской республики Алексея Мозгового подозревают украинских диверсантов Это основная версия следователей ЛНР Удивительным образом сразу все каналы пропаганды на этой неделе резко заинтересовались украинскими диверсантами в тылу врага Ополченцы уверены, в обеих республиках действуют диверсионные группы, в которых наряду с бойцами ВСУ участвуют иностранные наемники Они строили козни Накануне в Широкино украинские диверсанты обстреляли автомобиль российского представителя совместного центра контроля и координации Взрывали паровозы Пострадавших в результате теракта нет, однако движение поездов на этом участке было временно остановлено И конечно же именно партизаны в глубоком тылу прямо у блокпоста сепаратистов и ликвидировали Мозгового Ведутся поиски по горячим следам представителей разведывателей диверсионной группы, которая предположительно и совершила это покушение на Версия о диверсионно-разведывательной группе, сокращенно ДРГ, сейчас ключевая Не обошлось и без забавных оговорок Пытались уже убить Алексея Мозгового, тогда он также подорвался на противопехотной мине, его отжип, но к сожалению К сожалению, простите Его Тогда, к сожалению, его только ранило тяжело, но он остался жив Тогда, к сожалению К сожалению, его только ранило тяжело, но он остался жив А еще привычных для кремлевской агитмашины чудесных перевоплощений Гладкий называет себя патриотом Украины и лидером партизанского движения Тени По его словам, его отряды действуют на территории самопровозглашенных республик, устраивают диверсии и охотятся на первых лиц Новороссии Всего несколько месяцев назад российские каналы чуть ли не хором глумились над партизанским отрядом Тени Некий партизанский отряд Тени якобы взял в плен высокопоставленного офицера по имени Петр Павлов Хором разоблачали фотографии и отрицали чуть ли не все, что публиковалось одним из лидеров Теней В качестве подтверждения опубликовали снимки В комментарии Минобороны особо подчеркивается абсурдность ситуации Это касается и анархии на подконтрольной киевским северкам территории и внешнего облика так называемого российского генерала Но стоило только партизанам озвучить версию, удобную Москве, как от еще недавно насмешливого тона не осталось и следа Ответственность за преступление взяла на себя группировка под названием Тени Они даже поделились в сети подробностями этой операции И никто не спешит разоблачать кучу неточностей, воззвученной тенями версии Эти нестыковки попросту не замечают А отдельные, самые способные товарищи даже не поленились сделать из Теней целый добровольческий батальон Ответственность за убийство семерых человек взял на себя украинский батальон Тени Украинский батальон Тени А исходя из того, что все приступы истерики на российских каналах, как правило, не случайны Мы можем лишь догадываться, каких провокаций от боевиков можно ожидать в ближайшее время Ведь в памяти еще свежи обстрелы мирных дончан якобы неуловимыми диверсантами из мусоровоза Как нам сказали военные, диверсионно-разведывательная группа работала на автомобиле, который собирает мусор, ну мусоровоз, другими словами Ведь вряд ли в ближайшее время стоит ожидать адекватности от людей На шевронах которых легко умещаются серпы, молот, Ленина и царская имперка И напоследок хиты недели Донецкий центр высоких технологий имени Губарева-Пургина выпустил первую в ДНР компьютерную игру Петра Порошенко от этого почему-то воротит На фоне Doom, Call of Duty и прочей западной шелухи стрелялка из ДНР куда реалистичнее Да и монстры значительно лучше прорисованные Так удобно расположившись в спальне, можно легко взбодрить жену или передать привет тёще Смотри, я царился ему ровно в голову, попал в сторону Единственный минус игры, периодически придётся ремонтировать стену Разработчики центра Губарева-Пургина уже думают, как запихнуть всю эту радость на дискету Агенты Кремля с позывным «Золотой батон» просто в прямом эфире рассекретил друг любого шпиона Владимир Жириновский А за Януковича спасибо! Не было бы Януковича, не было бы Крыма под русским флагом Правда, после операции «Крым ваш, а не наш» этот Джеймс Бонд Енакиевского разлива вынужден скрываться Я понял, я чувствую, что живёт на вокзале в Москве Вы хотите, чтобы люди... По слухам, на московском вокзале агент «Золотой батон» отзывается на фразу «Ну, протюй!» Остановитесь! И собирает деньги, чтобы рвануть на Турцию Бабка спряталась!